так здравствуйте ребята сегодня у нас с вами последняя лекция по нашему курсу теории и наша цель сегодняшняя это познакомиться с классификацией конечно порожденных абелевы групп давайте только заголовочек напишу так тема сегодняшняя лекция классификация конечно порожденных мобили выбор так прежде всего хочу напомнить то у нас в прошлый раз возникло понятие свободной абелевой группы значит свободная абелева группа ранга n это такая абелева группа которая обладает конечным базисом базисом из n элементов ну что такое базис базис это такая независимая система элементов что эта система порождает всю группу так ну вот у нас в частности было доказано самом конце прошлой лекции такое утверждение что если есть у нас свободная абелева группа ранга n то всякая подгруппа тоже является свободной абелевой группой ранга не превосходящего n ну вот некоторые замечания вот к этой теореме замечание к теореме о подгруппах свободной абелевой группы прежде всего если ранг подгруппы так сказать и ранг свободной абелевой группы совпадают это не означает что они совпадают между собой значит помещание 1 если ранг а равен ранг h то не обязательно а равно вот простой пример например у нас будет а изоморг на z понятно что циклическая группа бесконечного порядка это свободная группа базис у нее состоит из элемента 1 с базисом единичкой ну а аж давайте возьмем такую аж равное 2 за с базисом 2 и там и там базис состоит из одного элемента соответственно обе группы имеют ранг 1 но видно что аж строго содержится а так второе замечание касается того что я говорил о том что свободные абелевы группы очень похожи на линейные пространства ну в том смысле что как и в линейных пространствах они замкнуты относительно операции сложения и умножения на в данном случае на целые числа вот и заметим следующее значение 2 есть все таки и отличия и существенные если к примеру у нас к примеру 5а плюс 7b плюс к примеру 11c равно 0 а б и ц это какие-то элементы абелевой группы то отсюда не следует вовсе что можно какой-то один из элементов выразить через остальные скажем нельзя может быть выразить ни один из них через два других то есть здесь нужно осторожно обращаться с линейными зависимостями зависимое существует но это не означает как в линейном пространстве что можно один из элементов выразить через остальные так ну и следующее замечание замечание 3 свободную абелеву группу ранга n можно рассматривать как подгруппу в r степени n вот r степень n как раз это линейное пространство давайте представим себе что у нас есть базис базис r степень n например e1 e2 и так далее и мы можем рассмотреть группу которая подгруппу в r степени n которые порождаются этими элементами рассмотрим а это подгруппа порожденной элементами e1 e2 и так далее ну естественно относительно операции сложения тогда понятно что это будет свободная абелева группа ранга n вот такие абелевы группы которые порождаются каким-то базисом они называются еще решетками вот получается как бы что свободная абелева группа это решетка в р так ну вот прежде чем переходить к теореме о классификации конечно порожденных абелевых групп такая теорема у нас сегодня с вами возникнет нам необходимы будет лема лема о смитовой нормальной форме и так давайте запишем лема о смитовой смитовой нормальной форме речь идет о некоторой специальной форме которой можно привести любую целочисленную матрицу не обязательно даже квадратную может быть даже прямоугольную и так любую целочисленную матрицу можно привести целочисленными элементарными преобразованиями к некоторому специальному виду вот сейчас я об этом виде скажу итак пусть у нас m не нулевая матрица из m m на k от z то есть целочисленными коэффициентами тогда найдутся матрицы p принадлежащие g l n от z и q принадлежащие g l k от z такие что m представляется в виде так сейчас я явно напишу p умножить на d умножить на q где d диагональная матрица d извиняюсь не диагональная матрица где d матрица тоже принадлежащая m n на k от z диагонального вида вот для прямоугольных матриц диагональный вид означает следующее что по главной диагонали диагонали идущей из левого верхнего угла могут стоять какие-то числа а вне этой диагонали могут стоять только нули и так давайте здесь представим то что у нас такие числа у 1 у 2 и так далее у с индексом d дальше идут естественно нули ну и все остальные элементы вне вот этой вот главной диагонали тоже у нас заполнены нулями так где кроме того где число у 1 является делителем у 2 у 2 является делителем у 3 и так далее последнее число у 2 делится на все предыдущие и у это больше единиц это натуральный натуральные числа больше вот с таким условием делимости так но собственно вот эта вот матрица d это и есть как бы смитова нормальная форма понятно что вот из того что m представляется в виде p dq можно считать что подходящими элементарными преобразованиями целочислями можно привести матрицу m к виду d то есть к смитовой нормальной форме вот сейчас я это эту лему как раз хочу доказать и так покажем что с помощью элементарных преобразований целочисленных элементарных преобразований строк и столбцов можно матрицу n привести вот к такой вот диагональной матрице фактически когда мы делаем над матрицей преобразование строк это значит мы умножаем матрицу m слева на некоторую матрицу p1 целочисленную так сказать элементарную матрицу а справа на какую-то целочисленную матрицу q1 если мы докажем что вот с помощью элементарных преобразований строк и столбцов матрицу m можно привести к указанному виду d то понятно что поскольку у нас целочисленное элементарное преобразование образует группу силу того что определитель у целочисленного элементарного преобразования равен плюс или минус единице об этом мы говорили на прошлой лекции то понятно что отсюда можно будет выразить и матрицу n записать ее как p dq где p это будет p1 минус 1 а q это будет q q1 минус 1 итак мы показали что достаточно доказать что матрицу m можно привести к виду d с помощью целочисленных элементарных преобразований доказывать будем индукции по n то есть по числу строк в матрице m итак индукции по n ну частный случай когда n равно единице у нас имеется одна строка давайте для начала считать что у нас просто строка длины 2 а б значит у нас здесь а и б целые числа тогда я утверждаю что ее можно привести к виду такому нот а б 0 итак строка а б приводится вот такому виду а этот вид уже конечно что удовлетворяет условию нашей лемы так ну как собственно говоря получить нот а и б алгоритм собственно ясов очень простой мы должны как бы из большего числа вычесть меньше и считать что мы от большего числа отказались в пользу вот этой разности и так вот многократно применяется алгоритм вычитание из большего числа меньше понятно что как только мы получили два одинаковых числа значит это и есть нот и так понятно что вот те преобразования которых я сказал что из большего числа вычитается меньше это как бы элементарные преобразования над столбцами вот этой матрицы а b поэтому вот мы можем к такому виду эту матрицу привести ну в более общем случае если у нас есть а1 а2 и так далее а n понятно что мы многократно можем применять вот эту процедуру и учесть тот факт что нот а1 а2 и так далее а n это нот напишу так от нот а1 а2 дальше нот берется от нода а1 а2 а3 и так далее то есть многократно применяли операцию взятия нода мы здесь тоже можем поставить многоточек мы получим так сказать нот всех н чисел а1 и так далее попарно так если вычисляя но для двух соседних чисел итак применяя вот эту процедуру мы можем считать что у нас в левом верхнем углу образуется нот то есть вот это строка а1 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 приводится к виду где слева будет нот всех н чисел а1 и так далее а н а справа будут одни только ноды понятно что понятно что многократно применяю вот тот элемент элемент доказательства которые мы провели в случае строки длины 2 так дальше мы предположим что для матрицы размера с числом строк меньше чем н утверждение лемы справедливо и так пусть для м так с числом строк меньше н утверждение справедливо и докажем для м докажем для м числом строк так прежде всего мы сделаем следующее мы с помощью элементарных преобразований строк и столбцов приведем матрицу м к виду я так и пишу м штрих где м штрих содержит наименьший возможный положительный элемент так среди всех матриц к которым можно привести м с помощью элементарных преобразований целочисленных строк и столбцов и так еще раз м штрих это матрица содержащая содержащая наименьший возможный положительный элемент так ну вот я утверждаю ну понятно что с помощью перестановки строк и столбцов можно считать что этот наименьший положительный элемент это будет элемент м 1 1 то есть он находится в левом верхнем углу так дальше мы покажем следующее что если мы запишем нашу матрицу м штрих здесь у нас элемент м 1 1 то элементы которые будут находиться справа от м 1 и в этом же столбце первом столбце обязательно будет делиться на м 1 1 давайте напишу такое тогда элементы вида м и 1 делятся на м 1 1 давайте вот это докажем ну предположим что мы разделили м и 1 на м 1 1 и у нас получился какой-то остаток напишу так иначе м и 1 будет равно q на м 1 1 плюс остаток r где r будет больше нуля но в то же время так как остаток отделения на м 1 1 будет заведомо меньше чем м 1 1 то можно считать что и r будет меньше чем м 1 1 тогда если вот такой элемент у нас м и 1 найдется м и 1 где-то понятно что в этой строке то мы можем умножая первую строчку на минус q и прибавляя к этой строке добиться того что у нас в этой строке найдется элемент r который меньше чем м 1 1 а это противоречит построению матрицы м штрих мы сказали что м штрих содержит наименьший возможный положительный элемент среди всех таких матриц которые можно получить из м с помощью целочисленных элементарных преобразований и так здесь мы получим еще меньше элемент чем м 1 1 элемент r это показывает что мы получили противоречие с выбором м штрих так хорошо и так будем считать что элементы вида м и 1 делятся на м 1 1 и точно так же если мы возьмем элемент вида м 1 g по той же причине записав что м 1 g равно q например на м 1 1 плюс r штрих например если у нас м 1 g не делится на м 1 1 мы получим элемент r штрих который будет опять таки меньше чем м 1 1 итак вывод все элементы первого столбца и первой строки но за исключением элемента м 1 1 они будут обязательно в этом случае делиться на элемент м 1 1 ну а дальше понятно что умножаем скажем первую строчку на соответствующее число мы можем все вот эти элементы аннулировать как мы делали в метре гаусса здесь добиться что у нас будет нули ну и точно так же умножая первый столбец на соответствующее число целочисленное и прибавляя к остальным столбцам можно добиться того что справа тоже будут одни ноги так ну а теперь давайте посмотрим на матрицу n которая у нас образовалась вот здесь вот как минор после отбрасывания первого столбца и первой строки я утверждаю что в матрице n все элементы делятся на м 1 1 итак следующее утверждение для любых индексов ежи n ежи делятся на м 1 1 так ну давайте опять же предположим что какой-то элемент n ежи на м 1 1 не делится если мы запишем что у нас n ежи n ежи будет равен например альфа на м 1 1 плюс какой-то остаток r отделение на м 1 1 и пусть у нас например окажется что r больше нуля тогда что мы можем сделать итак если у нас здесь такой элемент n ежи появился тогда мы можем просто прибавить эту строчку к первой строчке здесь у нас тогда образуется элемент n ежи который не делится на м 1 1 а это противоречит тому что у нас так сказать мы уже доказали что все элементы вынесут должны у нас обязательно делиться на м 1 1 то есть иначе в этом случае мы опять-таки если здесь элемент n ежи окажется который не делится на м 1 мы можем получить элемент r который будет меньше чем м 1 1 и мы придем к противоречию с выбором опять-таки матрицы м штрих итак мы можем утверждать что у нас все элементы матрицы n делятся на м 1 1 ну а теперь понятно уже что к матрице n который имеет меньшее число строк чем исходная матрица m можно применить предположение индукции и значит мы можем добиться того что матрица n приведена к смитовой нормальной форме и так здесь у нас будут числа м 2 2 м 3 3 и так далее м д д с условиями что у нас м 1 1 является делителем м 2 2 м 2 2 делить м 3 3 и так далее и последнее число м д д делится на все предыдущие ну а остальные элементы здесь у нас будут равны нули вот это уже будет матрица n 2 штриха это и будет смитова нормальная форма и так идея думаю понятно то есть сначала мы выбираем матрицу м штрих которая содержит наименьший возможный положительный элемент среди всех которые можно получить из матрицы м дальше мы этот элемент перегоняем влево верхний угол и доказываем что в силу построения матрицы м штрих у нас справа здесь будет нули вниз тоже от этого элемента будут нули так сказать можно с помощью преобразования этого добиться ну а к оставшейся матрице меньшего порядка уже понятно применимо предположение индукции так ну вот такое замечание значит те преобразования которые мы совершали элементарные целочисленные мы сказали что мы можем записать с помощью вот этих матриц p1 и q1 в результате мы получим что m равно pdq спрашивается вот можно ли утверждать что вот эти матрицы p и q определены однозначно ответ вообще говоря отрицательный то есть можно к смитовой нормальной форме привести с помощью разных преобразований а вот что касается самой матрицы d то она вот как раз определена однозначно и это вытекает из такого утверждения которые в качестве упражнения предлагаю доказать значит почему смитова нормальная форма то есть матрица d определена однозначно потому что произведение у 1 у 2 и так далее у к вот тех элементов которые у нас будет стоять на главной диагонали это на самом деле наибольший общий делитель и напишу миноров м к в матрице n то есть это но всех миноров к этого порядка которые находятся в матрице ну и в частности у 1 например полезно знать что это будет нот тех миноров первого порядка то есть нот элементов м и ж где и меняется от единицы до н а ж меняется от единицы до к то есть миноров просто элементов и м 11 это наибольший учредитель всех элементов и мыши так ну вот сейчас мы с помощью доказаны ли мы уточним теорему о строении подгрупп свободной абелевой группы аж ее подгруппу так пусть же свободная абелева группа аж ее подгруппу давайте считать что ранг же ранг же равен н ранг аж равен к может доказывать что подгруппа свободная абелевой группы сама является подгруппой тогда уже и аж существуют как называемые согласованные базисы согласованные базисы давайте напишем g1 g2 и так далее gm g и h1 h2 и так далее hk h такие что h и к равно у этой на же это а соответственно у 1 делит 2 и так далее велит у к причем у это строго больше единиц по-прежнему у 1 у 2 у к это будет натуральный число но можно еще добавить условия что у это все больше единицы для всех индексов так доказательств и так наша цель сейчас доказать существование вот таких согласованных базисов свободной алгебры или свободной абелевой группе же извиняюсь и в h и и свободной подгруппе так ну давайте вот что сделаем у нас пока мы можем выбрать произвольные базисы в ж и аж давайте их так обозначим исходные базисы пусть е1 и так далее е н и f1 и так далее fk сначала произвольные базисы в g и аж соответственно и так базис здесь у нас из n элементов это базис же а базис аж соответственно из к элементам так понятно что можно построить матрицу перехода как бы то есть выразить f1 fk через е1 е и так пусть у нас f1 и так далее fk равно е1 и так далее е н умножить на ну понятно что м будет здесь целочисленная прямоугольная вообще говоря матрицы м будет принадлежать множеству матриц размера n на к так ну конечно этот размер n 1 связан с тем что длина здесь строки равна n и должна она должна быть умножаться на первый столбец или произвольный столбец матрицы так ну что можно даже заметить матрицу м мы можем привести к виду как вот время pdq где d у нас смитова нормальная форма итак давайте запишем тогда у нас по лиме если что лимон f1 и так далее fk равно e1 и так далее е н умножить на pdq так напомню что матрица p у нас принадлежит группе g л n z группе целочисленных обратимых матриц с определителем единицы а q соответственно единица или минус единица определить извиняюсь а g принадлежит g l k так ну и понятно что эти матрицы обратимы у нас соответственно мы можем домножить это равенство справа на q минус 1 на q минус 1 и здесь тоже домножим на q минус 1 так что мы получим f1 и так далее fk умножить на q минус 1 будет равно e1 и так далее е н умножить на p умножить на d так обращаю внимание что если вы берете какой-то базис в свободной абелевой группе и умножаете на целочисленную обратимую матрицу вот из соответствующей группы g l от z то понятно что получается базис мы доказывали как связаны между собой два базиса в свободной абелевой группе и так вот это у нас будет базис который я обозначу g 1 и так далее g n лево g 1 g n мы просто исходный базис умножили на некоторую обратимую матрицу соответственно здесь е 1 е н на п тоже будет базис только уже а я 1 е к извиняюсь сейчас где у меня а у меня здесь как правильно а вот здесь к так g 1 так тогда здесь давайте так здесь у нас будет h 1 как раз h к да h 1 h к я напишу это будет базис подгруппе 1 и так далее h к здесь будет у нас вот этот базис е 1 е н умножить на п я обозначу через g 1 g g 1 и так далее g n умножить на 2 ну а поскольку д у нас имеет вид как раз вот такая вот диагональная матрица с элементами у 1 и 2 у д по главной диагонали то понятно что у нас будет отсюда следовать что h и ты равно будет чему h и ты будет равно как мы и утверждали у и ты умножить на же и ты и ты умножить на же и ты так но осталось только объяснить почему у нас можно у это и считать больше единицы давайте посмотрим почему так как раз мы не можем это считать что у и ты будет больше единиц так давайте это бросим у них вообще говорят больше либо равны единиц и ты бы это просто натуральные числа так и так еще раз теорема 1 если у нас же свободная а белева группа h и и подгруппа то мы можем выбрать согласованные базисы g1 g n в группе g и h1 hk в ее подгруппе так что выполняется условия h и ты равно у и ты на же и ты и при этом у нас вот эти вот со множители у 1 у 2 у к как раз удовлетворяют условия делимости каждый следующий делится на предыдущие у это у нас натуральные числа так хорошо а вот теперь как раз мы можем доказать теорему уже о классификации конечно порожденных а белевых групп и так теорема 2 уже так пока об описании конечно порожденных а белевых групп и так пусть а конечно порожденная а белева группа тогда утверждается что а будет изоморх на следующем прямой сумме з з у 1 плюс з у 2 и так далее плюс з у к плюс з в степени л значит где к принадлежит n объединенное с нулем и л принадлежит n объединенное с нулем то есть это не отрицательные целые числа кроме того кроме того кроме того выполняется условие у 1 у 2 и так далее делит у к и вот здесь как раз мы можем считать что у и ты у нас больше единиц здесь еще раз повторю в предыдущем утверждении у нас мы написали у и ты должна быть больше или в равно единице а вот здесь уже строго у и ты больше единиц так доказательства так прежде всего мы вспомним что у нас можно рассмотреть допустим а сначала имеется базис а сейчас прошу прощения да пусть у нас а порождается элементами просто порождается элементами а 1 и так далее никакого базиса есть не обязательно просто а порождается элементами 1 а и так вот теперь мы рассмотрим в качестве свободной свободной а белевой группы группу g которая имеет базис например е1 и так далее е1 то есть имеет тот же самый ранг n g равен n так напомню что согласно универсальному свойству свободной а белевой группы существует гомоморфизм и отображающий ж а ну и более того в данном случае у нас фи будет сюрективный гоморфизм потому что у нас а порождается элементами а1 а и и и эффективным и у того что у нас а порождается n элементами и здесь у нас тоже базис состоит из элементов так такое что фи сюрективен и кроме того и от иди это равно а и так так вот это как раз и есть универсальное свойство свободной а белевой группы так дальше тогда понятно что по теореме о гоморфизмах основной теореме основной теореме о гоморфизмах так как у нас образ фи совпадает с а значит а будет изоморфным а будет изоморфным наша группа фактор группе g по h где h это термин h ядро гоморфизма так ну а ядро гоморфизма понятно это подгруппа значит мы здесь можем применить теорему 1 и выбрать согласованные базисы в группе же и и подгруппе значит пусть тогда у нас давайте запишем отсюда следов по теореме 1 что существуют согласованные базисы давайте напишем то есть g будет иметь базис g1 и так далее gm а вот h будет иметь как и раньше базис h1 h1 и так далее hk так вот я записал что g1 gn это базис и здесь тоже у нас базис так с условием что у нас h это равно у это на g это у 1 делить у 2 и так далее делить у к и у это пока больше в равны единице так ну а теперь давайте явно построим вот эту фактор группу значит понятно что у нас g может быть записано как прямая сумма g1 плюс g2 и так далее плюс gn вот так запишем а h поскольку здесь k вообще говоря будет меньше чем n можно записать так что h у нас будет давайте посмотрим первый элемент h1 это u1 g1 значит я напишу здесь так u1 g1 плюс и так далее плюс u kt g kt плюс ну а дальше собственно говоря элементы h1 hk мы уже как бы записали а дальше я напишу просто плюс 0 плюс 0 оставшиеся слагаемые будут у нас просто нулевыми подгруппами так ну тогда фактор группа g по h чему она будет изоморф ну давайте смотреть понятно что мы как бы должны g1 профакторизовать по u1 g1 так g1 вот это у меня будет операция факторизации просто для удобства я сейчас буду изображать горизонтальной чертой они такой вот не слышь как раньше так u1 g1 плюс и так далее плюс g kt делить на u kt gk плюс gk плюс первое факторизуется по нулевой подгруппе ну и плюс и так далее плюс последняя у нас слагаемая gm факторизуется тоже по нулевой подгруппе так ну и чему получается изоморф на наши фактор группа g по h давайте смотреть здесь у нас как бы у нас циклическая группа z факторизуется по группе uz потому что понятно что в этой вот циклической группе у нас образующие из вот этой группе как бы умножается на элемент u1 но понятно что это будет изоморф на z u итак первое слагаемое у нас будет циклическая группа z u1 плюс и так далее плюс циклическая группа z u k ну а здесь то у нас как раз факторизация фактически тривиальная мы факторизуем по единичной подгруппе как бы или по нулевой подгруппе лучше сказать поскольку у нас операция сложения значит получается плюс просто z плюс и так далее плюс z ну такое количество вот этих подгрупп z будет у нас l равное n минус k так ну вот мы собственно и доказали что хотели что всякая конечнопорожденная абелева группа будет изоморф на какому-то количеству циклических групп конечных и какое-то количество бесконечных технических групп z плюс z плюс z вот если их l раз складывают само собой пишут z степень l в этом случае ну понятно что и к может оказаться равным нулю и l может оказаться равным нулю так сказать ну в силу того что и та и другая часть может случайно отсутствовать в нашей группе а так ну сразу хочу сказать такое замечание что вообще говоря вот это разложение которое мы получили оно не является скажем так окончательным разложением хотелось бы знать что вот если мы уже получили какое-то разложение в прямую сумму циклических подгрупп а такое разложение уже существует мы с вами доказали что он уже окончательно и дальше так сказать прямые слагаемые уже дальше не разлагаются вот наша ближайшая цель это установить какие все-таки есть есть слагаемые которые дальше уже разлагаться не будут так ну и давайте сначала рассмотрим описание конечных циклических групп так давайте сейчас все сотру и покажу следующую теорему 3 об описании конечных циклических обелевых групп конечных даже не просто обелевых циклических конечных циклических циклических так пусть же конечная циклическая группа порядок циклических равен и вот предположим что число n разложено на простые множители то есть в каноническое разложение и пусть имеет такое каноническое разложение p1 напишу в степени альфа 1 p2 в степени альфа 2 и так далее на ps в степени альфа s где p и t различные простые числа так тогда утверждается что наша группа g которая равна у нас z n это изоморф на отчиму z p1 в степени альфа 1 плюс z p2 в степени альфа 2 и так далее плюс z ps в степени альфа s так доказательства так ну давайте сразу рассмотрим гомоморфизм phi который отображает z n вот в эту сумму z p1 альфа 1 плюс и так далее плюс z ps в степени альфа s так давайте z n это у нас фактор группа z по nz поэтому я напишу так элементу a плюс nz мы сопоставим набор такого вида a плюс p1 в степени альфа 1 z и так далее а плюс ps в степени альфа s и так понятно видно что вот этот элемент например это смежный класс лежащий в z p1 в степени альфа 1 соответственно это смежный класс лежащий здесь так ну очевидно что операция сложения здесь сохраняется у нас действует так итак phi гомоморфизм так как сохраняет операцию сложения смотрите если вы здесь вы сложите два таких класса а например плюс nz и b а плюс nz то понятно что здесь тоже класс соответствующий сложность так дальше давайте найдем ядро phi значит kernel phi это будет такие элементы a плюс nz такие что получается здесь нейтральный элемент и так далее во всех компонентах будет нейтральные элементы то есть понятно что это происходит тогда когда а будет делиться на p1 в степени альфа 1 и так далее а будет делиться на ps степени альфа с вот теперь мы применяем тот факт что у нас п это различные простые числа если какое-то целое число делится на p1 в степени альфа 1 на ps степени альфа с то она естественно делится и на их произведение которое является в данном случае на наименьшим общим кратным и так и напиши то это будет это будет равно а плюс nz таких что а делится на на n которое равно произведению p1 в степени альфа 1 на ps в степени альфа с ну а это собственно и видно те числа которые делятся на n это же 0 соответствующая группе z это нейтральный элемент то есть получается что ядро тревян состоит только из него итак фактически мы сейчас доказали что у нас группа z n вкладывается вот в эту группу изоморфно вкладывается поскольку мы построили инъективный гамморфизм ну а по поводу того что выполняется суррективность это можно заметить из того что порядки у этих групп равны давайте напишем так как порядок группы z n равен n и равен порядку цепи прямой суммы z p1 в степени альфа 1 плюс и так далее плюс z p s в степени альфа s в порядке равны значит и суррективным и суррективным значит и изоморфизм итак мы доказали что у нас если n разлагается вот так вот на простые может или имеется каноническое разложение то циклическая группа z n тоже разлагается прямую сумму вот таких вот подгрупп ну и сразу давайте запишем определение циклическая группа z p в степени альфа где p простое число называется называется примарный относительно p называется примарный относительно p и так мы доказали тем самым что у нас любая конечная циклическая группа разлагается в прямую сумму примарных циклических подгрупп относящихся к разным простым числам так ну и такое вот следствие давайте запишем следствие давайте вернемся вот к разложению которое мы получили здесь здесь мы говорили о конечно порожденной абелевые группы и вот эти вот слагаемые z u1 z uk поскольку это ясно что это конечные циклические группы они в свою очередь разлагаются прямую сумму примарных циклических подгрупп если мы можем записать такое следствие что любая любая конечно порожденная абелева группа разлагается прямую сумму примарных циклических подгрупп циклических подгрупп циклических подгрупп ну а также а также бесконечных циклических групп прямой суммы приманных циклических групп и возможно так и возможно бесконечно циклический так теперь такое замечание важно замечание любая примарная циклическая группа z по степени альфа неразложим любая примарная циклическая группа неразложима идея доказательства состоит в том что у нас любые две подгруппы в этой группе будет иметь обязательно нетривиальное пересечение вот на этом так снова на доказательствах вот так запишем что группе z по степени альфа имеется единственная подгруппа изоморбную z это на самом деле еще материал первого курса мы все время описывали подгруппы конечные циклические группы и мы говорили о том что подгруппы конечной циклической группы находится во взаимно однозначном соответствии с делителями в данном случае числа по степени альфа ну понятно что появляется делителем числа по степени альфа и вот такая подгруппа должна быть точности единственная которая отвечает вот такому делителю и так в zp альфа имеется единственная подгруппа изоморфная zp дальше нас была такая теорема о подгруппах по группы если мы возьмем какую-то подгруппу h в группе zp степени альфа то мы говорили что понятно что это будет у нас по группой тогда для любого делителя порядка h в этом случае найдется подгруппа которая будет иметь порядок п то есть для всех делителей порядка группа h найдется подгруппа который имеет такой порядок вот рассмотрим подгруппы который будет изоморф на zp такая подгруппа должна быть ваш и это подгруппа естественно одна и та же для любой подгруппу h в группы zp альфа то есть если возьмем h1 zp альфа h2 другая подгруппа zp альфа то и в h1 и h2 будет та самая единственная подгруппа который заморф на zp в силу того что они обе должны содержать такую подгруппу она у нас в группе zp альфа единственный и так можно сказать что здесь существуют некоторые подгруппы h0 которая содержится и ваш 1 и ваш 2 где порядок h0 будет равен такая подгруппа уже выяснили в zp альфа единственный и так любые две подгруппы имеет нетривиальное пересечение но это и доказывает что группа неразложима но еще полезное упражнение доказать бесконечная циклическая группа z тоже не разложим идея такая же доказать что любые две подгруппы имеет нетривиальные пересечения как устроены подгруппы бесконечной циклической группы это тоже материал первого курса вы это знаете так такое еще замечание замечание 2 подгруппы в разложение конечoma порожденной абелевой группы могут быть выбраны неоднозначные разложение в конечно порожденной абелевая группа могут быть выбраны неоднозначные. Например, давайте рассмотрим, пусть у нас группа G, например, изоморф на ZP плюс ZP и так далее, плюс ZP. Какое-то количество раз. Т раз, например. Тогда понятно, что G будет у нас линейным пространством. Линейное пространство над ZP и на самом деле, какой бы мы базис мы не выбрали в этом линейном пространстве, а понятно, что базисов существует много разных, то мы можем записать, что если у нас E1 и так далее, EN, произвольный базис, то у нас G будет изоморф на E1 плюс и так далее, плюс EN. Вот в силу того, что E1, EN это базис, вот такое разложение будет иметь место. А в силу произвольности базисов, вот эти вот подгруппы, которые мы выбрали, выбираются, вообще говоря, неоднозначные. Так, хорошо. Значит, теперь вот единственный вопрос, который у нас остался. Мы уже знаем, вот следствие, что любая конечнопорожденная Абелева группа разлагается в прямую сумму примарных циклических подгрупп, относящихся к простым числам, и, возможно, бесконечных циклических групп. Возникает такой вопрос, а может ли одна и та же группа конечнопорожденная по-разному разлагаться вот в эти прямые суммы? То есть, одна из них может содержать какие-то, скажем, примарные циклические группы, которые другое разложение не содержат. Оказывается, имеет место теорема единственности. Немножечко позже мы ее сформулируем и покажем, что разложение, на самом деле, с точностью до порядка слагаемых определено однозначно. Так, пока вот следствие стеремы 3 нуждается в том, что у нас остался вопрос о единственности разложения. Хотя само разложение мы с вами уже установили. Продолжение следует... Можно вопрос? Вот пример, который мы только что привели, он не противоречит единственным Примир, который мы только что привели, он не противоречит единственным Спередлогаммам? Значит, смотрите, мы говорим о том, что у нас не подгруппы определены однозначно, а сами, так сказать, компоненты, которые мы записываем как ZU1, ZUK. Вот здесь у нас должны быть UIT, это простые числа какие-то, в каких-то степенях. Вопрос в том, может ли оказаться, что вот в одном случае мы разложили каким-то одним способом, у нас здесь одни простые числа, например, а в другом случае будут другие простые числа. Понятно, да? Вот тот пример, который я привел, там у вас получается в одном случае Z в степени K и в другом случае Z в степени K или там Z в степени N. То есть, собственно говоря, подгруппы-то изоморфные между собой. Вот с точностью до вот этого изоморфизма слагаемых возникает вопрос о разложении. Не то, что подгруппы у нас будут одни и те же все время получаться, а то, что они вот как циклические группы изоморфные между собой. Так, такой заголовочек, запишем. Периодическая часть Абелевой группы. Периодическая часть Абелевой группы. Определение. Итак, пусть G Абелева группа ее периодической частью в скобочках или кручением ее периодической частью или кручением называется множеством, которое обозначается вот так вот TOR от G. Это совокупность всех элементов G из G, таких, что ORD G меньше бесконечности. Итак, мы рассматриваем все элементы конечного порядка. И вот они как раз и образуют периодическую часть или кручение нашей группы. Так, ну сразу такое простенькое утверждение. Утверждение 1. TOR от G это подгруппа в группе G. Так, ну для этого докажем, что у нас выполняется замкнутость относительно суммы элементов и относительно взятия противоположного элемента. Итак, пусть A1, A2 надлежат TOR от G. Значит, пусть например, K1, A1 равно 0 и K2, A2 равно 0. Напомню, что мы по-прежнему пользуемся аддитивной записью в нашей группе. У нас операция сложения. Тогда очевидно, что K1, K2, A1 плюс A2 по свойствам для кратных будет равно K1, K2, A1 плюс K1, K2, A2. Ну и понятно, что это у нас будет 0, это тоже 0. Получается 0 плюс 0, то есть 0. Ну, а понятно, что раз соответствующая кратная аннулирует элемент A1 плюс A2, значит, что отсюда следует? Что порядок A1 плюс A2 является делителем K1, K2. Ну, а в частности, раз это делитель, значит, это конечное число. Итак, замкнутость относительно сложения мы проверили. Ну, аналогично мы можем записать, что если K1, A1 равно 0, то K1 от минус A1 очевидно, тоже равно 0. Значит, элемент минус A1 тоже лежит в Тор от G. Итак, замкнутость относительно сложения и взятия противоположного элемента выполняется, соответственно, это подгруппа. Так, следующее отверждение. Итак, пусть у нас G имеет такой вид. H плюс Z в степени K, где H замкну ZP1 в степени α1 плюс и так далее плюс ZPS в степени αS. тогда утверждается, что Тор от G в периодической части это в точности H и фактор группы Тор G по H замкну будет Z в степени K. Более-менее очевидное утверждение. Почему? Потому что понятно, что если мы возьмем любой элемент в Z в степени K, то он не будет иметь конечный порядок. Поэтому, какие элементы будут иметь конечный порядок? Очевидно, что элементы из H. Но, тем не менее, давайте докажем. Доказательства. Так, ну, прежде всего заметим, что H это, очевидно, подгруппа в Тор АДЖ. Потому что, если мы возьмем любой элемент из этой подгруппы H, ну, понятно, что H сама имеет конечный порядок, значит, элементы будут делителями порядка группы. То есть, произведение P1 на АЛФ1, ПС степени АЛФАС. Итак, H лежит в Тор АДЖ. Так, дальше мы заметим такое вот замечание полезное, что Тор G по H. Вот такая фактор группы. Это будет подгруппа Тор G по H. Так, давайте, я сейчас поставлю пока знак вопроса, я вот хочу это проверить. Ну, действительно, пусть А у нас принадлежит Тор АДЖ, пусть элемент А имеет порядок N, отсюда следует, что, например, N, А равно нули. Так, тогда, если мы рассмотрим А плюс H и применим кратное порядка N, тогда что у нас получится? Это будет N, А плюс H, то есть, это будет H. Получается, что отсюда следует, что А плюс H имеет конечный порядок. Орд А плюс H меньше бесконечности. Значит, получается, что если элемент А лежит здесь, и мы возьмем порожденный элементом смежный класс А плюс H, то он попадает сюда. Значит, это включение мы проверили. Так, ну, что дальше? Включение мы проверили. Так, у нас по условию G по H изоморфно Z степени K. Так, отсюда следует, что у нас в G по H нет элементов конечного порядка. G по H нет элементов конечного порядка. Значит, тор G по H тор G по H вот это вот. Это фактически нулевая подгруппа. Это нулевая подгруппа. Значит, и эта подгруппа нулевая. Значит, что тор G тор G, извиняюсь, профакторизованная по H фактически это H. Ну, потому что фактор в группе нулевой элемент это сама подгруппа H. Ну, и отсюда получается, что тор G содержится в H. Итак, с одной стороны мы показали, что H содержится в тор G, с другой стороны тор G содержится в H. И из этих вот двух вот условий, я их сейчас подчеркну, вытекает, что тор G в точности равен H. Вот это мы утверждением доказали. Ну, тогда понятно, что фактор группы будет изоморф на Z степенька. Так, это было у нас следствие, да? Нет, не следствие, это утверждение 2 было. А так, а следствие такое? Для группы H вида для группы это группы G, извиняюсь, вида H плюс Z степенька H плюс Z степенька ее, скажем так, непериодическая часть и периодическая часть определены однозначно. Действительно, мы уже выяснили, что фактор группы тор G по H тор G по H изоморф на Z степенька. Но фактор группы у нас, то есть тор G у нас строится независимо от какого-либо разложения группы G. Как бы мы группу G не разлагали, все равно тор G это будет одна и та же подгруппа, поэтому вот этот фактор группы будет изоморф на Z степенька. Вот это слагаемое восстанавливается однозначно по самой группе G. Ну, тогда, конечно, и эта периодическая часть тоже восстанавливается однозначно. Итак, периодическая и не периодическая части восстанавливаются однозначно по самой группе G, независимо от того, какие там разложения у нас были. Так, остается выяснить, единственное ли разложение периодической части прямую сумму примарных циклических подгрупп. Давайте такое определение запишем. Итак, пусть G конечная Абелева группа, тогда P-кручением P-кручением G называется такое множество. Пишет Тор от G с индексом P. Итак, по определению это совокупность всех элементов A из группы G, таких, что Орд А является степенью P. Является степенью P. Является. Таких, что Орд А является степенью P. Вот это вот называется P-кручение группы G. П-кручение группы G. Тор P-I-T-A-G-H. То есть P-I-T-е кручение. Это прямая сумма, так словами пишем, прямая сумма тех примарных циклических подгрупп технических подгрупп в H, которые относятся к простому числу P-I. Которые относятся к простому числу P-I. Вот что такое P-I-T-е кручение. Так, ну, давайте посмотрим, почему, во-первых, это подгруппы. Итак, тор P-I-T-H это подгруппа ваш. Почему? Давайте возьмем, опять же, пусть A1, A2 принадлежат тор P-I-T-H. Тогда у нас какой-то P-I в степени K1 от A1 равно 0 и P1 в степени K2 от A2 равно 0. Тогда, если мы возьмем K, это будет максимальное из показателей K1, K2, то понятно, что P1 в степени K от A1 плюс A2 тоже будет равно 0. Ну, отсюда понятно, что порядок суммы A1 плюс A2 будет делителем P1 в степени K. Почему P1? Давайте эту единичку сотрем. Итак, здесь P в степени K1, здесь P в степени K2, а здесь P в степени K. Значит, сумма будет иметь порядок, который тоже является степенью числа P. Так, ну, относительно для взятия обратного элемента. Так, дальше, если A имеет вид A1 и так далее, A, N принадлежит H, то ORD A это будет наименьшее общее кратное от ORD A1 и так далее ORD A, N. То есть, вот так вот можно находить порядок для элемента прямой суммы. Так, ну, каждый ORD A и T здесь это степень P. Степень P, соответственно, и ORD A тоже будет степенью P. Удостает ORD A это степень P. Так, ну, и тем самым мы доказали, что фактически A принадлежит TOR P от H тогда и только тогда, когда в разложении A равном A1 и так далее A, N нет A и которые порядки имеют порядки имеют порядки порядки вида P и T в степени аль P и T где P и T не равно P. То есть, если мы говорим, что у нас A принадлежит P к ручению, то в этом случае в разложении не могут быть A и T которые имеют порядки P и T которые отличны от P. Ну, собственно говоря, этим утверждение 3 и доказывается. Так, ну, и отсюда следствие такое. следствие так как P и T кручение определено независимо от разложения H в прямую сумму примарных циклических независимо от разложения H в прямую сумму примарных циклических отсюда следует, что и те слагаемые которые относятся к конкретному простому числу P они тоже определены однозначно. Следствие следует, что однозначно определена сумма слагаемых вида Z P в степени альфа и T. Вот такие слагаемые так сказать они тоже в сумме дают однозначно определенную подгруппу. Можно сказать так, что здесь фактически мы могли конечно сослаться на теорему силова о том, что существует P подгруппа в группе H и она определена однозначно это силовская P подгруппа. Ну вот здесь совершенно доказательства не зависящие от существования силовской подгруппы. Так, ну и осталось доказать, что если у нас H осталось доказать, так что если H у нас изоморфным Z P в степени альфа 1 и так далее плюс Z P в степени альфа T, например, то у нас вот эти показатели альфа 1 альфа Т тоже определены однозначно. Так, давайте запишем теорема 4. Так, давайте это разложение я напишу звездочками. Итак, теорема 4. Для группы H вида звездочка показатели степени я так я напишу я напишу как набор альфа 1 альфа 2 альфа т определены однозначно. то есть, если какое-то разложение имеет место, то никакого другого разложения кроме этого уже существовать не может. Так, доказательства индукции по порядку H. H индукции подтверждение доказанное и докажем для H порядок который равен P степени так здесь идея такая рассмотрим ваш подгруппу который обозначил PH и PH это следующая подгруппа это подгруппа элементов вида PH где H пробегает H так то что PH подгруппа доказывается так как вот я сегодня доказывал то что кручение является подгруппой доказать самостоятельно доказать самостоятельно что PH является подгруппой опять же проверить замкнусь относительно сложения относительно взятия противоположного элемента так тогда посмотрим если у нас H вот изоморф на такой прямой сумме то PH будет чему изоморф оно будет изоморф на P на Z P в степени альфа 1 плюс P Z P в степени альфа 2 плюс и так далее плюс P Z P в степени альфа T так ну а что это за группа будет смотрите если мы взяли скажем порождающий элемент здесь единичку умножили на P понятно что вот этот элемент P будет порождающим элементом то есть понятно что если мы имеем P Z P в степени альфа то это будет группа циклическая естественно изоморфно Z P в степени альфа P в степени альфа минус 1 вот так и так получается что P изоморфно у нас Z P альфа 1 минус 1 плюс и так далее плюс Z P альфа T минус 1 так ну что я хочу сказать что вот эта группа PH она естественно имеет меньший порядок к ней применимо предположение индукции значит набор альфа 1 минус 1 альфа 2 минус 1 альфа T минус 1 восстанавливается по подгруппе PH однозначно вот такой набор восстанавливается у нас однозначно так обращаю внимание на то что еще кроме того фактор группа H по PH она будет изоморфно чему когда мы профакторизуем Z P альфа 1 по P альфа 1 минус 1 вот по этой подгруппе понятно что получится у нас группа Z значит фактор группы H по PH будет Z плюс и так далее плюс Z в количестве T слагаемых то есть это Z в степени T ну отсюда следует что так как у нас H PPH фактор группы не зависит от какого-то разложения то и элемент T вот это число слагаемых тоже как бы определено однозначно и так вот эти слагаемые становятся однозначно и T восстанавливается однозначно ну то понятно что и набор альфа 1 и так далее альфа T тоже восстанавливается однозначно так ну вот это была у нас теорема это было утверждение 4 и так для группы H и вот эти слагаемые вот теперь мы можем сформулировать теорему единственности и вот это будет у нас как раз уже теорема 4 так теорема 4 так теорема 4 группу можно разложить группу можно разложить в прямую сумму примарных циклических подгрупп и бесконечных циклических групп и так пусть же пусть же конечно порожденная абелева группа тогда же изоморфно ZP1 в степени альфа 1 и так далее плюс ZPS в степени альфа S плюс Z в степени K где где P и T простые числа дальше альфа и T принадлежат множеству натуральных чисел а S и K принадлежат множеству натуральных чисел объединенные с нулем то есть могут параметры S и K обращаться в ноль где порядки где порядки P1 в степени альфа 1 и так далее P S в степени альфа S определены однозначно с точностью до перестановок вот этих символов с точностью до перестановки так ну и давайте еще одну теорему докажем теорема 5 которая является следствием доказанной теоремой 4 я напишу так о строении о строении подгруппы мультипликативные группы поля мультипликативные группы поля так если F поле G это подгруппа мультипликативные группы F со звездочкой и G причем известно что конечное напомню что в поле то у нас операция умножения коммутативна значит вот такая группа G она обязательно абелева силу определения поля так тогда утверждается тогда же циклическая циклическая группа и так всякая подгруппа мультипликативные группы поля всегда циклическая вот это давайте докажем доказательством давайте рассмотрим группу G как конечное порожденную абелеву группу понятно что она конечное порождено потому что у нее порядок меньше бесконечности и тогда G должна раскладываться то есть быть изоморфно ZU1 плюс ZU2 и так далее плюс ZUL так здесь понятно что все группы циклические будут конечные более того по соответствующей теореме мы говорили что у нас U1 будет делителем U2 и так далее и все они являются делителем числа UL так что отсюда следует что для любого элемента A принадлежащего G группе у нас будет A в степени UL равно единице понятно почему потому что любое слагаемое здесь в степени UL будет равно единице потому что U1 делитель UL здесь тоже и так далее то есть все элементы нашей группы удовлетворяют в этом условии A в степени UL равно единице так ну отсюда следует естественно что элемент A принадлежащий G удовлетворяет удовлетворяет условию что X в степени UL минус 1 равно 0 то есть является корнем одного и того же многочлена любой элемент нашей группы является корнем многочлена X в степени UL минус 1 равно 0 так ну а сколько таких корней вообще существует понятно что таких корней не более чем UL чем степень многочлена значит отсюда следует что порядок G меньше либо равен U в степени L по теореме о количестве корней соответствующего многочлена но с другой стороны понятно что из этого разложения следует что порядок G больше либо равен чем UL и так получили два противоположных неравенства отсюда следует что порядок группы G в точности равен UL а в этом случае конечно у нас U1 равно U2 и так далее UL минус 1 будет равна единичке то есть вот в этой цепочке делителей у нас все первые делители равны единице и только последний UL может быть отличен от единицы но тогда группа G отсюда что мы получаем я напишу как следствие из-за того что числа U1 U2 и так далее равны единице что мы получаем что Z изоморфин Z UL то есть циклическое в частности в случае конечного поля мы можем сказать что если у нас поле конечное то F со звездочкой если поле имеет порядок N например то порядок F со звездочкой будет равен N минус 1 кроме элемента 0 и тогда соответственно F со звездочкой будет изоморфин в случае конечного поля Z N минус 1 вот такой вот результат в циклической группе Z N минус 1 так все на сегодня спасибо всем за внимание и удачи вам на экзамене вот так все на сегодня в следующем году на эстакт